делитесь данным роликом своих соцсетях всем пока все они будем чаем ребята давай тренируемся вперед как и обещали состав нам записываем видео ответы на ваши вопросы которые вы присылали в инстаграм стефану и ко мне ну что потихонечку начнем всем привет валентина над спрашивает нас как дела у нас все хорошо спасибо и скульт привет друзья и ученики я снова в гостях у стефана кайзер университи всем привет кто еще не знает если вдруг есть такие люди стефан является профессором сам спортсмен он также сотрудник лаборатории виктора николаевича силуянова был учеником виктора николаевича работал совместно с виктором николаевичем также стефан восемь лет подряд был одним из главных тренеров american top team и является также консультантом сайта fit samba.ru обращаю на это ваше особое внимание заходите на этот сайт найдете очень много полезной информации а вообще кто хочет больше знать наберите в гугле стефан диез и почитайте чтобы вы понимали какого уровня человек какими знаниями обладают именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами напомнить вам что вышли в свет две мои книги отдельно для девушек отдельно для парней серия факт фитнес вы обязаны изучить эти книги если вы являетесь персональным тренером инструктором если вы хотите получать грамотные знания о том как правильно начать тренироваться чтобы не навредить себе и самое главное чтобы вы шаг за шагом ступенька за ступенькой поднимались улучшая свое здоровье а нет сначала denis denis of dv но друзья мы уже столько раз показывали рассказывали сейчас stefan двух словах тоже скажет расскажите если долгое кардио делать нежелательно по-вашему то как тогда бойцу научиться не задыхаться то есть люди думают до сих пор что бег это лучший способ тренировки выносливости но это же не так посмотрели жёг день день из денисов мы не сказали что неважно можно делать 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 но затем мне надо так много именно с низкой интенсивность это проблема если ты работаешь тем более ты сказал для бойцы или обойти низкий интенсивный бывает бываю очень-очень мало надо с интервалы с интервально тренировать как интервально тренировать у нас есть эрдайн потом хочу сделать видео вердайн сделаем отдельно как и сделать интервально тренировка с помощью этой дай в велосипеде для руки для ноги самая лучшая это самый лучший бой именно в микс файт обычно 5 раундов 5 минут обычный бой три раунда по 5 минут зачем тебе бежать два часа с интенсивность такой да даже с быстрой это просто а еще знаешь почему я это мнение 30 лет назад хочешь дело и люди сказали давать то есть вот это сделать дома но мать тайсон не знал по науке мать тайсон конечно очень хороший парень мне нравится был очень мощный он был бы еще мощнее почему задаются такие вопросы потому что я видео никому не рекомендую делать кардио особенно долго и особенно после силовой тренировки потому что еще силуянов виктор николаевич в изотоне книжка изотон тоненькая друзья из учите вы получите информации больше чем от любого видео блогера да он пишет что не забывайте силовая работа это все-таки выброс на болезнь а кардио работа это катаболизм больше если вы не сидите на стероидах это очень важно то после силовой работы когда вы будете делать кардио вы уничтожаете всю полезность которую вы получили от силового тренинга можно метаболизировать исчезли все этот гормональный фон именно когда гликоген начинает падать вот почему я против кардио как такового и когда как стефан горит зачем тратить два часа своего времени когда можно полчаса потратить и в три раза больше получить эффект выносливость и даже меня в книга есть скоро будет на на английском и работам то что перевели на русском и исследование сделаны что именно увеличение колеса за метахондрии больше когда короткие сиболи интенсивно это просто ровная картина работа сделать но потеряет время и смотрите в меньше времени а получаете больше если вы мазохист который любит долго бегать если не просто не скажешь что мы не да мы не запрещать так вот александр спрашивает здравствуйте как тренироваться по науке для силового экстрима экстрим это эфир какой экстрим стронга а я занимался друзья странам скажу вам действительно сложная дисциплина ну как нужно во первых тренировать свой и аэробный и аэробный порог потому что стронгмен вы знаете это как квинтэнсенция всего это и сила и выносливость в первую очередь нужно тренироваться как пауэрлифтер делать тяжелые приседания нужно быть очень хорошо подготовленным в дед лифтах потому что спина будет регулировать все тренировать силу хвата и естественно все что говорит стефан и сотрудники лаборатории о окислительных мышечных волокнах то есть тот мы это универсальный солдат там должен быть максимально развида носила в первую очередь я могу сказать пример у меня было возможно тренировать мариус пудзеновский это самый изменировал я тренировал не по стронгмен я тренировал по микс файт да 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 и выиграли бобсап и несколько боев он приехал в американский топ-тин и я не знаю да мариус пудзеновский и что когда ты работаешь таким уровнем спортсмена что ты делал меня есть наука да но у него есть практика я сам спросил него что ты сделал я сказал то что вот я сам тренировал сказал что его дядя дядя мариус пудзеновский он бывший штангист и он помог ему базовые упражнения жем лежа приседания и а после этого он сам по себе и это он сказал мне обычно люди не так делают потому что если есть камень да ты хочешь работать на камень и камень ты можешь допустим ты должен во время соревнований сделать это действовать 5 раз например быстро причем на скорой начал окей сначала я буду работать больше вес чем этот который я должен сначала на силу внимание а после это уже на расстоянии которые я должен сделать допустим 5 раз туда и обратно а теперь что я более тяжелый что буду делать я буду двадцать раз он начал свой объем увеличить 5 раз потом 7 раз потом 10 раз до 20 раз он сделал и тогда начинает очень экстроменте думаю что а сам не сильно это важно но сильно но он начал же увеличивать свои веносливость силовыми упражнения именно поэтому но это очень сложно надо отопись и реческости на он сказал что сумку сделал два сумка очень-очень походка фермера называют да но он создал специальности более тяжелые каждый папа 100 килограммов что как что он сказал и он начал ходить все расстояние поля знаешь футбольный поля все расстояние поля потом обратно и так он тренировал я скажу больше ты совершенно прав я смотрел все его выступления он по-моему единственный кто три года подряд и чемпионов мира на 5 раз потом восемь раз всего один раз после соревнований подошла к нему журналистка и спросила марюш как вы а вот тоже тресал он на соревнованиях делает все это кажется очень легко и быстро и его спросили а как вы так делаете как вы тренируетесь вы просто не понимаете горит здесь на соревнованиях я отдыхаю я тренируюсь и выступаю дома вот то что рассказал степа то есть он делал все то же самое что нужно делать на строк мы не только тяжелее дольше и быстрее и быстрее поэтому на соревнованиях он просто отдыхал да суп и вообще человек очень хороший парень он где сейчас живет у его брата уехал себе в польшу почта вы шоу ступай так вот вопрос и парков какой-то добрый день можно ли делать ступенчатый тест на ассалт байк используя только пульсометр и не используя маску газа анализа то вот то что мы даже видео ирок котов я тоже сама разговариваю вчера с лично с ним по instagram что понял вопрос потому что ассалт байк это примерно на положено ирдань который на здесь за меня я не знал чтобы сделать и чтобы ответить ему отправил меня фотку и мы сделали видео посмотреть наши видео хорошие и объясняем как сделать без без газа анализа без маски тебе пропустите следующий вопрос это байер 80 мне 45 болят локти при нагрузке ощущения как будто в суставе песок такое чувство у него как будто в суставе я хочу сказать что у меня друзья есть очень много статей на сайте и чем джим точка ру потому что здесь мы не сможем вам быстро ответить полноценно на этот вопрос изучите потому что суставы это очень важно там важно и движение и питание и режим вашего дня очень много зависит от питания в первую очередь еще дополнительно к этому могу просто сказать так и накидать и сделал упражнение и даже без думы это упражнение травмирует все время тебе делать это означает что ты должны прекратить такие-то упражнения посмотри когда ты хочешь на тренировку например если именно на тренировке не сказал и например сделать жим лежа но ты сделал до конца и сильно и так травмирует и тогда просто сделать без но это техника может быть и вы меняет технику но надо следить какие-то упражнение ты чувствуешь боль дискомфорт на делать просто прекрати такие-то упражнения обычно это чаще всего боль в локте появляется от французских жимов можно тоже поэтому попробуйте исключить эти жимы делайте с гантелями с гантелями тоже очень хорошо но нет такой нагрузки но когда чувствуешь боль прикрати нельзя даже дискомфорт вот сейчас никогда не будет восстановить все так Эдсон Барбоза Тим не знал что вы говорите по-русски хочу вам пожелать всего наилучшего самое главное здоровье в дальнейшей тренерской работе вопрос знакомы ли вы с Эдсом Барбозой как относитесь к нему и видите ли вы его в качестве чемпиона UFC в легком весе привет из Украины окей ребята Эдсон Барбоз я лично не знаю его но он тренирует сейчас в Американ Топ Тим и я знаю его менеджер алекс дэвис алекс дэвис мой хороший друг джудоист алекс дэвис это менеджер много бойцов Антонио Силва Бигфут, Жукан очень много спортсменов от Американ Топ Тим алекс дэвис хороший парень юдоист он все время в UFC наш друг Эдсон Барбоза конечно хороший спортсмен он сетясь тренер из Американ Топ Тим с моим друзьям в Майами может мы как-нибудь все-таки съездим в май я даже не сказал тебе в май мы поедем я поговорю с Эвертоном мой друг и все котел макарон и мы будем сделать большое большое видео и с интервью мы будем в май начало мая мы едем и сделаем там видео для вас и наверное это будет потому что в субботу расписание если вы просто вспомните я помог создать расписание как они у них есть это уже 10 лет назад в 2008 году после того, чтобы я все с нами получил в России Силуянов, Матвееве я сделал все расписание люди нравились и до сих пор исползают в понедельник вторник, четверг в субботу спарринг в субботу это легкая спарринг и мы наверное в субботу и тоже физическая подготовка подготовка идет и будешь снимать и то и другое мы все снимем, друзья я здесь не буду читать вопрос очень много приходит таких вопросов и мне, и Стефану рассказать о тренинге с гирями ты знаешь, как тренироваться с гирями? это в зале покажем гири это как керлбел те же принципы да, просто да, с гирями уже есть очень много информации в интернете ну может мы как-нибудь что-нибудь покажем да, да я как я думаю не сейчас но в мае когда мы приедем туда Мейтан Шут это чемпион ПФЛ ему нравится немного гири ну вот мы и сделаем когда и сделаем с ним как сделаем у меня, конечно, я с ползой гири хорошо, потому что это можно куда угодно тренировать на пляже там на тренаже дома и сделаем маленькие видео окей? так, последний вопрос который Стефану пришел здравствуйте можно ли для ускорения реабилитации при травмах принимать коллаген подросткам 11-15 лет спасибо почему нет коллаген коллаген это же белок да, но в принципе это есть следование которые сказали что если у тебя и все идет по количеству протеин по правилам больше коллагена мне не будет очень полезно можно принимать но в принципе следование которые доказали что именно работа нет поэтому здесь вопрос такой у него подросткам не вредно не вредно нет вредно это не вредно не вредно но тоже не нужно не вредно но не нужно что должен сделать если ребенок травмировался питание питание это важно отдых как мы сказали тоже сам который болей нельзя сделать упражнение которые продолжают травмироваться и все будет в порядке что почитаем с моего аккаунта вопросы только 9 потому что пора уходить моя дочь если в школе я должен полный ее извините на вы здравствуй Егор вопрос такой в жиме лежа штанги у меня вес остановился как не пытаюсь взять больше 100 килограмм не получается плата подскажите как выйти на другой уровень ты сталкивался когда-нибудь вот что человек столкнулся жим лежа бенч-пресс ван хангет килограмм окей что могли сделать это конечно этот вопрос очень да развернутый периодизация периодизация это день обычно люди когда сделано плато потому что не используя периодизация первый вопрос ты используешь про периодизацию подумай ответь если ты не используешь посмотри видео которое я сделал эту программу поможет что могли сделать перед тем это тоже важно перед тем что начинает периодизация надо переходный период сделай неделю сегодня пьяный если ты видишь до понедельника наше видео сразу будем поставить интернет начиная следующая неделя уже переходный это означает работать 100 килограмм не больше 70 килограмм сделать примерно подход повторение 4-5 просто на поддержание 2-3 подхода 2 раза в неделю например именно просто земля это уже будет нормально чтобы восстанавливаться принимать пищу протеин должен быть углевод должен быть и что питание должно быть обязательно мы даже не обсуждаем это но знаешь что важно и креатин попробуй с креатин креатин будет помогать мы сделали видео как используй креатин сделали да посмотри найди видео как креатин как принимать надо все по плану есть какой-то подробный я сказал и креатин я обещаю что будет помогать тебе но я хочу сказать что самое главное раз ты пишешь 100 килограмм значит ты где-то новичок и твоя ошибка в том что ты и все кто приходит в жим особенно бодибилдеры они пытаются чуть ли не раз в неделю сжать на один раз никогда друзья поверьте пауэрлифтеры вообще так не тренируются если вы хотите тренировать свой максимум увеличивать не опускайтесь ниже чем на 3 повторения даже 2 вам не нужно и то что сказал Стефан в идеале нужно делать периодизацию одна тренировка на жим лёжа у вас должна быть на 5-7 повторений следующая 3-5 и чередовать время под нагрузкой не забывать тоже о окислительных мышечных волокнах другими словами друзья разнообразьте свой тренинг забудьте о синглах проходках это убивает вашу работу плату плату сразу и самое главное друзья не тренируйтесь в отказ то есть когда вы жмёте и уже не можете вас задавливает вы никогда так не должны делать максимум вы должны к примеру сделали 5 повторений чувствуете что вы 6-е не сделаете вот это правильная работа до отказа вас не должно забаранить задавить весом вас не должно это плохо да ну ещё один вопрос тогда и следующий ответим в другой раз а он кстати перекликается с предыдущим при периодизации тренировочных макроциклов 6-8 недель разной направленности стоит ли делать полный отдых от тренировок или нет если делать какой должен быть этот отдых пассивный активный его продолжительность вспомогательные восстанавливающие процедуры ну там бассейн сауна в контексте соревновательного бодибилдинга то есть человек выступающий спортсмен и он спрашивает между периодами нужно ли делать отдых после сезона вот пример он сделал 6-8 недель на силу потом он переходит к массонабору вот между силой и массонабором сделать неделю но лучше все-таки не пассивный лучше что-то активный нельзя пассивно надо активно если ты сделал пассивно это потеряет потеряет достижение которое ты получил примерно как предыдущий ответ который сказал этот парень и снизить чуть-чуть вес и снизить объем это будет на подержание например просто чтобы очень поддерживающие легкие тренировки ниже подъем тогда как сделать например человек сделает 100 кг он может сделать 10 раз и сделать 4 подхода на этой неделе подержание сделать 100 кг только один подход на 10 раз и все после разминки снизить объем продаж держать интенсивность примерно похожий и это будет нормально и каждый примерно не больше 6 недели должен быть переход если нет перетренировки и тогда можно плату как наш друг получил платой не больше не увеличить а что касается вспомогательных каких-то мероприятий то массаж если вы выступающий спортсмен я рекомендую делать 2-3 раза в неделю потому что мышцы спазмируются это обязательно массаж минимум раз в неделю 2 раза будет хорошо бассейн очень хороший сауна но сауна я не знаю как ты я читал раньше исследования еще лет 20 назад что если ты тяжело тренируешься то париться сильно не рекомендуется чаще одного раза в 2 недели потому что для сердца это нехорошо сауна проблема в том что если немного времени можно сделать но не больше 5-10 минут наши люди так не умеют наш человек если зашел ты знаешь в России в сауну то он там и умер не это плохо если 5-10 минут все другое сделаем другое видео как экспозовать сауну друзья спасибо за ваши вопросы огромное спасибо Стефану он всегда помогает делает это абсолютно бесплатно для меня для вас поэтому друзья поставьте лайк обязательно подпишитесь на инстаграм Стефана вы можете и вы должны присылать туда вопросы потому что мы будем делать такие ролики именно отвечать и сразу посмотрит имя отдельно специально делитесь данным роликом в своих соцсетях всем пока все не будем лимчаем ребята давай тренируемся вперед партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop лучшая гармошка друзья которую вы можете себе позволить по пробокоду который вы видите сейчас на экране вы получите скидку на сайте Animal Northrop подава она спешит нас она 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 она